Здравствуйте! Я Елена Левицкая-Пахомова. Это механизм действия. Был принят не так давно нашим парламентом, о кем же еще, закон об основных требованиях в области радиационной безопасности. Вообще о радиации начали говорить активно в последние месяцы в связи с событиями, происходящими в соседнем государстве. Не очень, конечно, приятными для всех нас, трагичными. У меня, как и у многих других, накопилось большое количество вопросов. Благо, есть люди в нашей стране, которым можно их задать, которые точно на все ответят. У меня в студии сегодня Иоанн Албалан, заместитель директора агентства по регулированию ядерной и радиационной деятельности Республики Молдова. Здравствуйте! Добрый день! Мы должны всем объяснить, что мы с вами знакомы. 14 лет мы с вами посчитали. Ну, так сказать так. А познакомились мы с вами, так скажем, в поле на съемках программы. Стоп-кадр была такая когда-то программа на одном из частных телеканалов. И вот мы давайте как затравочку покажем, где мы познакомились. Это как раз будет вот одна из первых тем, которую мы обсудим. Здравствуйте! Я Елена Пахомова. Это программа Стоп-кадр. У каждого населенного пункта есть пара-тройка легенд. У села Анецкана, которое расположено не так уж и далеко от Кишинева, тоже есть одна легенда, связанная с гамма-полем. Якобы на нем как-то там каким-то образом облучали растения и росло там что-то невиданное. Но что там происходило на самом деле, мы отправились выяснять. От Кишинева до Анецкан рукой подать вроде как и район, другой Криулянский, но близко. Нет такого человека и в этом селе, который не рассказывал бы о гамма-поле. Юлия Замша работала на гамма-поле лаборантом. Субтитры создавал Анецкан рукой. Валерий Константинович Акимов сейчас занимает должность начальника инспекции Национального агентства по регулированию ядерной и радиологической деятельности. В течение двух десятилетий являлся заведующим гамма-полем. Здесь вот я проработал с 70-го года по 91-й год. И волею судеб мне пришлось, как говорится, строить это гамма-поле. И потом, когда уже здесь перестали работать, демонтировать его и источники, убрали мы спецобъекты, где они в данный момент и хранятся. А не обидно было, когда закрылся этот проект? Столько лет уж положено. Очень обидно. Тут это не то слово. Но это год 91-92, когда везде Советский Союз разваливался. И не было денег на содержание вот такого уникального объекта, которым являлась гамма-поле. Гамма-поле представляет собой квадрат со стороной 650 метров. Центральная, основная часть является кругом с диаметром 100 метров. На гамма-полях проводились исследования влияния облучения на растения. Молдавское поле было самым крупным в Европе. В Советском Союзе было еще одно такое же под Москвой, в Михнево, но размером поменьше. Гамма-поля были также в Италии, Венгрии и США. До инициативы Международного агентства по атомной энергетике был проведен проект по демонтажу этих источников, так называемых декомишн, и перевозки в специальное место, где на настоящее время хранятся эти источники. То есть это место обеспечивается всеми мерами по сохранности, по физической безопасности. Источники организирующего излучения используют посеместно. Мы просто не очень хорошо знаем, и вообще это не завеса и не тайна определенного использования этих источников. Дело в том, что источники используются как в медицине, так в науке, так и в промышленности. Вот обо всем об этом мы поговорим сегодня в этой программе. Как там гамма-поле поживает? Расскажите. Ну, в принципе, уже после того, как произошли все события, связанные с так называемой фортификацией или с усилением режима безопасности мощных радиоактивных источников, была такая инициатива, трехсторонняя глобальная инициатива. Она была, кстати, предложена совместно к правительствам Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации. Это 2002-2003 года, после известных событий 2001 года. Практически во всех бывших республиках Советского Союза были проведены работы по изучению текущей ситуации. Если есть какие-то крупные, мощные радиоактивные источники, то были выделены определенные средства для того, чтобы эти радиоактивные источники были помещены под более надежную охрану и обеспечили тем самым физическую безопасность, и в то же время увеличили так называемую радиационную безопасность. То есть, как бы во избежание создания грязных бомб, о чем говорят? Да, конечно. Для исключения возможностей или уменьшения хотя бы этих возможностей, потому что риски всегда существуют. Для тех, кто хочет, он найдет. Вот, исходя из этих предпосылок на территории Республики Молдова с 2003 года по буквально прошлый год, шаг за шагом были проведены большие работы по демонтажу тех установок, которые еще оставались с тех времен, и переводу тех источников, радиоактивных источников из различных организаций, в том числе и гамма-поле, уже в подготовленные специальные хранилища, которые обладают всеми необходимыми мерами по обеспечению физической защиты и в то же время радиационной безопасности. А где они находились, вот эти источники? Можете хотя бы еще несколько перечислить? Ну, если так, географические были и на севере, то есть в Бельгах. А что это было? Это где? А это бы, опять же, в научных, исследовательских или прикладных каких-то организациях, которые занимались или селекцией, или, опять же, использовали ионизирующие способности или, да, способности этих радиоактивных материалов для увеличения урожайности или схожести до различных... А что ж теперь это не нужно уже вообще? Дело в том, что сейчас сделали наиболее, так сказать, из принципа обоснования. Дело в том, что применение радиоактивных источников именно в том виде, когда они применялись в прошлом, считается нецелесообразным именно из-за того, что их было очень легко или похитить, или использовать для, так сказать, неблаговидных целей. Да, да, для таких целей, которым будет очень трудно потом предотвратить последствия. Поэтому сейчас пошли по другому пути, путем замещения источников, которые использовали радиоактивность, на более современные, на генераторы ионизирующие излучения, таких как ускорители. То есть рентгеновские установки или ускорители, которые производят те же ионизирующие поля. Их можно также использовать в генетике, в селекции, но при этом уменьшается на порядок возможности использования такого рода технологий для ядерного терроризма или для различного типа саботажей. Ну вот вы говорите о хранилище. Это на территории Республики Молдова оно находится. А территориально где? Или это нельзя сказать? Это по-моему, где-то по Кишине. А, да? А это не опасно для нас, для всех? Дело в том, что то, что было до этого, когда источники находились практически, я бы сказал так, была ведомственная охрана, которая иногда или работала, или не работала, но никто не следил за ней, насколько это эффективно эта работа была, да, то сейчас, когда все источники помещены, категоризированы, так сказать, эти категоризированы, значит, проведена так называемая оценка их безопасности и в зависимости от типа радиоактивного материала, от активности этого радиоактивного материала, они имеются в следующих местах хранения в специальных бункерах, и там практически проводится институционный контроль, то есть периодически проводится измерение мощности доз, проводятся замеры, если присутствует радиоактивное загрязнение, то есть перманентный мониторинг состояния этих источников. Для кого это не секрет, что в Республике Молдова с 2017 года есть опубликован закон о национальной стратегии по обращению с радиоактивными отходами, и этот закон включает в себе и план действия, и там как раз вся ситуация описана, и любой читатель, это открытый закон, то есть мы используем подходы... Ну, не все это будут читать, поэтому расскажите нам, что вам вообще нужно. Но арктовская конференция, она обеспечивает, то есть она должна пройдет к тому, чтобы любой интересующийся человек, если он действительно заинтересован какой-то проблемой, он может этот закон спокойненько, доступ есть к нему, прочесть и увидеть, на каком этапе мы находимся. А на каком этапе мы находимся? Для тех, кто не дошел до чтения. Понятно. Мы сейчас находимся на этапе подготовки для извлечения из старых, еще советского типа роддон-хранилищ, которые были практически, я грубо так выражусь, простой подвал, бетонный подвал под землей, и в него просто сбрасывались отработанные радиоактивные источники. Без сортировки, без категоризации, без проверки, есть ли загрязнений, нет. И в течение времени вот этот, так называемый, приповерхностный хранилищий роддон превратился в такой хранилищий, который не считается безопасным. И теперь при помощи Международного агентства по атомной энергетике, при помощи международных доноров, таких как Швеция, то есть правительство Швеции, Европейского союза, были выделены средства, поэтапно, то есть средства не даются деньги, а даются конкретно проекты по реализации определенных этапов, например, физаблист-стадии, то есть стадия рассмотрения наиболее оптимальных методов решения проблем, да, после этого методы по извлечению этих источников для того, чтобы предотвратить загрязнение кружающей среды, то есть нельзя допустить извлечение, простое физическое извлечение источника без возможного сценария событий, то есть все вот эти модели, которые могут произойти, они сначала... А что сейчас будет вот с ними? Вот вы говорите, раньше они были в подвалах, а сейчас что будет? Ну, а не то, что в подвалах, они просто были сброшены в таком, без, я бы сказал, получения непредусмотрительно, да, без определенных таких дальновидных исследований, что может с ними произойти. В соответствии с проектом и с этой стратегией будет проведена в первую очередь категоризация этих уже извлеченных источников, помещение в их специальной матрице, то есть если будем так грубо говорить, что, например, вот этот стакан является как бы контейнером, в который будет помещен радиоактивный источник, отработанный, то вода в данном случае будет той матрицей, которая будет обеспечивать сохранность и исключение, не то что влияния, а мигрирование радионуклидов, даже если источник потечет, то есть потеряет свою герметичность, то радионуклиды не смогут пройти этот барьер из воды. Ну, непонятно, что не из воды, там может быть различные композиты, могут быть различные виды цементов, которые связывают и имеют такие свойства, которые предотвращают формирование различных трещин или вымывание из этой матрицы этих материалов. То есть обеспечивается соответствующая сохранность этого контейнера, в зависимости от типа материала, на многие тысячелетия. А у вас есть объяснения вообще? Ну, вот как бы Европейскому Союзу понятно, какое дело до безопасности. А Швеции какое дело вообще до безопасности в Молдове? Ну, у них есть очень большой проект, который даже помогали не только Республике Молдова, а тоже России. Например, очень много так называемых тепловых генераторов энергии, которые работали на так называемых термо-айонзинг-генераторах, то есть генераторах, которые производят электричество на основе тепла, выделяемых мощными радиоактивными источниками, то есть не один реактор. Но установка, которая за счет тепла, который образуется при распаде мощного радиоактивного источника, генерировала энергию. Вот таких термогенераторов было разбросано практически десятки, если не сотни на северном побережье Российской Федерации. И, как ни странно, Швеция была заинтересована... Ну, там поближе к ней. Да. И опять же, дело в том, что радиационная безопасность не знает границ. То есть, если какой-то источник теряется из поля видения регулирующего органа, например, если какой-то источник был похищен на территории Республики Молдова, это не исключает тот факт, что это источник может попасть на территорию какого-то государства, контрабанда. Вот вопрос. Да, мы преемники, в любом случае, да, мы преемники МССР, хоть там говорят, что Россия и СССР, тем не менее, вот это конкретный пример, когда мы несем ответственность за то, что здесь происходило во времена Советского Союза. Какова вероятность того, что все источники, которые использовались во время Советского Союза, остались на территории Республики Молдова? Потому что одно время вообще, знаете, какая ходила такая молва о том, что на самом деле Соединенные Штаты все эти источники вывозят к себе и хранят у себя. Вот это так вот. Ну, в принципе, мы были бы рады, если бы наши радиоактивные отходы, потому что мы говорим сейчас уже тех источников… Это отходы, их невозможно использовать, невозможно. Да, сама суть или даже определение радиоактивных отходов – это такая форма, которая предотвращает дальнейшее использование по назначению. Вот это есть непосредственно определение радиоактивных отходов. То есть это такие материалы, которые помещены в такую форму, которая предотвращает их дальнейшее использование. А помимо отходов у нас осталось что-то, что можно использовать, вот для тех же, например, грязных? Поэтому я говорю, у нас стратегия, национальная стратегия, ориентирована именно на… Не то, что на определение, а на превращение отработанных радиоактивных источников, которые у нас большинство, в радиоактивные отходы. Вот эта фаза у нас непосредственно от радиоактивных отходов по определению у нас пока нет. У нас отработаны радиоактивные источники. То есть так теоретически все это может для грязных бомб использоваться? Конечно. Вот почему это очень важно, чтобы все радиоактивные источники, в которых мы имеем еще бремя, как говорится, это то бремя, которое было в тот период, было передано нам. Это, кстати, один из фундаментальных принципов предотвращения, передачи нынешнего бремени в следующем поколении. Это является одним из главных принципов народного геопарда энергии. В общем, вы из умирающего рода гуманистов. Это я поняла. Да. Но насколько велика вероятность того, что мы сможем сохранить что-нибудь, ничто, ну я такое слово как бы скажу, что что-то куда-то не уйдет в чужие руки. Тем более, рядом с нами очень сложная ситуация. Желающих заполучить, я так думаю, ну чем ехать куда-то на Ближний Восток, гораздо проще, наверное, здесь это сделать. Вы уверены в безопасности? Это и в собственной безопасности, потому что у вас там сколько сотрудников, и вы, в принципе, являетесь, наверное, заложниками сейчас в какой-то степени. Ну, вопрос очень интересный, и, кстати, на него очень есть такой емкий ответ. Потому что вы сейчас коснулись проблемы физической ядерной безопасности. Здесь физическая защита, это когда мы предотвращаем хищение какого-то конкретного радиоактивного источника или использование его в каких-то плохих целях. А физическая ядерная безопасность, это непосредственно вся система, которая обеспечивает в себе принцип глубоко эшелонированной защиты. То есть есть первая система защиты, вторая, третья, четвертая и так далее. Так вот, система регулирования радиоактивной безопасности и ядерной физической безопасности в Республике Молдова основана на том факте, что любой человек или любой экономический агент, который работает с радиоактивными источниками, он должен иметь очень сложную систему предотвращения хищения. И в то же время он в конечном итоге является главным ответственным. Ему не выдается разрешение для работы с каким-то радиоактивным источником без того, чтобы он доказал, что все работники, которые у него непосредственно по приказу обеспечены, то есть назначены как ответственность за сохранность, они прошли определенную проверку именно из службы безопасности и так далее. Конечно. И ваши сотрудники тоже проходили? Конечно. Ну и в первую очередь. После этого у них должна быть надлежащая защита обеспечения барьера, то есть сигнализация. Двери должны быть обязательно закрыты, принципы двух ключей. То есть никто не сможет зайти один в хранилище, где находится источник. Обязательно должно быть правило двух ключей. Два человека сразу должны зайти. И даже в таком случае даже если зашли, каждый радиоактивный источник, я говорю про мощный радиоактивный источник, имеет еще систему специальную, которая непосредственно связана с датчиками движения, которые в свою очередь замкнуты на систему GPS и непосредственно передают информацию. Но вот это сейчас все уже работает? Конечно работает. Конечно. Или это все еще в том подвале прислал? Оно есть, да. А вот фаза о том, что мы относительно того подвала, который мы собираемся в следующем один-два года уже привести в фазу активной фазы, сейчас подготовительная фаза, там как раз уже то еще находятся отработанные радиоактивные источники, которые их нужно еще определить, то есть идентифицировать, провести категоризацию, провести классификацию отходов. Это не отходов, а отработанные радиоактивные источники. И вот по поводу наследства Советского Союза, вот данные, которые, ну тогда велся очень четкие, как бы жесткие, правильно, на учет или так? Ну относительно. Комси-комси, да. Значит, вот вам эти каталоги передали, потому что я там знаю, что в некоторых отраслях у вас просто ушло в макулатуру. Конечно. Да? То есть вы точно знаете, что ничего не ушло налево? Или в макулатуру? Как сказать? В принципе, из тех мощных источников практическая вся информация есть. Дело в том, что есть разные типы радиоактивных источников, если мы говорим о радиоактивных источниках. Есть, так называемая, первая категория – это очень активные, очень опасные, и до пятой категории, которые являются малоопасными, но при определенных моментах, если кто-то все-таки имеет какие-то определенные цели, то может даже с этими пятой категорией тоже привести определенным проблемам. Так вот, информация относительно первой, третьей категории у нас, в принципе, осталась. На бумаге мы сейчас, в принципе, все перевели в и бумажный, и цифровой формат. Есть национальный регистра по учету источника финизирующего излучения, он ведется национальным агентством, там есть вся информация, и не только просто информация, есть фотография даже с его регистрационным номером. Вот каждая машина имеет свой регистрационный номер, точно так же каждый источник тоже имеет этот номер. И если этот регистрационный номер привязан к номеру источника, к заводскому номеру. И даже тот период, когда мы говорили, что была трехсторонняя инициатива, мы очень тесно сотрудничали с «Изотопом», так называемым институтом, так называется федеральное производственное предприятие «Изотоп». Они нам передавали все данные о радиоактивных источниках, которые были произведены в составе Советского Союза и были переданы Молдавской Республике. И мы могли сверить ту информацию, которая была дана нами от ФПГ, то есть Федеральное производственное объединение «Изотоп» Республики Молдавии, и то, что у нас было в наличии. Димит с кребетом сошелся? Конечно, сошелся. То есть мощные источники, мы все знали. Более второстепенно, это уже не настолько опасно, и мы постепенно проводим так называемую не только ослечительную работу, но проводим рейды по выявлению бесхозных источников. Именно те источники, которые, возможно, были ввезены в Республику Молдова, но потерялась информация, и она не находится в нашем ведении, они считаются как радиоактивные или любой источник организующего излучения, который не имеет авторизации, считается бесхозным. И поэтому мы каждый год выявляем новые радиоактивные источники. Вот рядом с вами лежит, это как там персональный дозиметр? Да. Есть такой миф о том, что на телевидении зашкал постоянно идет. Вот сейчас у нас там что показывают? У вас тут даже в два раза меньше, чем на улице. Все поняли, да? Молдовы безопаснее, чем на улице. На улице 8 микрозеверт, тут 4 микрозеверта час. То есть я пересчитываю, то есть, пардон, 8 микрозеверта и 4 микрозеверта. Если перевести в микрозеверт, то это 0,8 микрозеверта и 0,4 микрозеверта. Я так понимаю, что у вас он всегда, потому что вы пришли с чемоданом и сказали, у меня с собой оборудование. Всегда. Всегда. Наша видеокамера – это про телевизионщиков, а про вас – это вы всегда охотите дозиметром. И не только такой, у меня сейчас индивидуальный дозиметр – тот, который мерит мою поглощенную дозу. То есть, ввиду того, что мы можем постоянно быть где-то, мы как бы оперативная служба, мы можем быть вызваны на определенные объекты, и при нас должен быть дозиметр, который определяет мощность. И на вас влияние тоже, да. И ту дозу, которую моё тело поглотило, тоже должно быть учитано. Поэтому у меня всегда два. Вот эти дозиметры, и они всегда у вас в включенном состоянии. Да. Бывают ли такие случаи? Ладно, открою секрет. Вы мне два записи рассказывали о том, что был такой случай. Но насколько вот он типичен, нетипичен, что вот вы едете по улице, да, в автомобиле, вдруг там начинает, как он вообще реагирует? Пищит, свистит? Да, он срабатывает, начинает пищать. Да. Что вы делаете в такой ситуации? Ну, в таком случае, вот это интересный опять же вопрос, есть так называемые определения. Есть ложные сигналы или тревоги и подтвержденные. Любой сигнал, который возникает ввиду того, что начинается превышение установленного порога, обозначает о том, что тут какая-то аномалия. Значит, аномалия – это просто какой-то сигнал. Значит, сигнал должен быть проверен, классифицирован, категоризирован. И на основе всех вот этих этапов я могу определить, из-за чего этот сигнал был, то есть этот дозиметр сработал. Ну, вот где у вас в Кишиневе он сработает? И это будут безопасные примеры? Да, элементарно. Любые практически места, где вы найдете большие массивы гранита. Например, лестница при правительстве, в парламенте, в других учреждениях. Ну, там, я бы сказал, сами здесь склепы или не склепы, плиты не такие большие, а лестницы все-таки длинные массивные. Там, где сплошная, очень большая. Да, когда больше, да. Вот, кстати, новый закон, который был утвержден, он как раз в себя, в четвертом приложении закона, как раз определены те уровни освобождения от регулирующего контроля… Мы это только не обязательно поговорим. Да, для материалов, которые содержат определенные типы радионуклидов. И вот как раз до вступления в силу такого закона было очень трудно сказать, а какой материал считается радиоактивным, его нужно контролировать из-за этого, а какой материал считается радиоактивным, но не может быть регулирован. Например, всем известно, что бананы, элементарные бананы, они довольно-таки радиоактивные. Я говорю, довольно-таки по отношению к другим, которые вообще ничего нет. А дело в том, что любой фрукт, который содержит большое содержание калия, обычный калий, как химический элемент, вместе с обычным калием 39, у него порядковый номер. А есть природный тот же калий, но у него 40-й, то есть порядковый номер, но он является радиоактивным. Он еще формировался в период зарождения Вселенной. И он обладает определенной радиоактивностью. И 0,12% от всего калия, которое мы поглощаем вместе с едой, относится к калию 40-му, и мы тоже обучены. Ну, насколько это вредно для человека? Ну, мы уже привыкли, потому что мы родились с этим калием и практически… Но, конечно, если тот будет потреблять очень много калия у него, во-первых, будет проблема из-за того, что будет дисбаланс калий-натриевый, да, но в то же время он получит определенную дозу. Но… Бананы есть-то можно, вы мне объясните? Бананы, конечно, можно есть. Все. Обезьяны едят, и слава богу. Живи секрет. А по поводу лестницы в правительстве… Не только в правительстве. Что происходит? Где еще? Дело в том, нет, любые госучреждения, которые еще остались с тех времен с гранитными лестницами, они все радиоактивные, так и должно быть, никто не должен бояться этого. А что для людей, которые по ним ходят? Люди, дело в том, что… Опять же, этот закон устанавливает конкретно лимит для, так называемого, облучения населения, которое представляет собой определенную величину, я скажу, 1 мс в год. Ну, мало кому это значение покажется понятным. Но я могу объяснить очень просто, как оно считается. Например, нахождение вот каждый день… Вот, например, мы находимся сейчас при мощности дозы 0,4 микрозеверта в течение часа, если я получу в такой ситуации 0,4 микрозеверта. Микрозеверт – это миллионная часть зеверта, или тысячная часть миллизеверта. А в год сколько? В год я не получу даже 10% того миллизеверта с такой мощностью дозы. То же самое, даже если гранит будет в 10 раз больше, но я на этих лестницах не буду жить. Я только прошел пару секунд, и то облучение, которое я получил, оно довольно-таки маленькое. Другое дело, если бы я этим гранитом построил себе жилище, и жил бы вот в таком вот граните, тогда действительно я получил бы большую дозу. – По поводу случая, который произошел, я его пропустила, а как раз это один из последних самых ярких случаев, где был выявлен неизвестный доселе или известный, но пропавший источник. Это у нас как раз произошло при помощи этого или другого аппарата? – В сентябрь, когда я вместе с моим сотрудником, с нашим сотрудником, тогда я был в той же должности замдиректора. И с одним из инспекторов мы проходили через определенную часть города. Это старая часть города, кстати, недалеко от дома музея Александра Сергеевича Пушкина. И когда сработал именно вот такого типа прибор, но дело в том, что показания этого прибора… Есть много мест и в Республике, и в Кишиневе, где срабатывают приборы, я говорю про те же лестницы, про некоторые дороги, в которых в составе щебенки находился тот же гранит, и понятно, он будет срабатывать. Поэтому мы решили использовать более, так сказать… – А что он показал? – Он показал увеличенную мощность дозу. Он показал, например, через час 0,4 там было, ну сколько там, 28, да? 0,28 микродиверта в час. То есть, ну, в 5-6 раз превышающие нормальные значения. Но для того, чтобы определить, чем вызвано именно повышение мощности объединенной гамма-дозы, мы были вынуждены взять более, так сказать, сложное оборудование, так называемые гамма-спектрометры. Это дозиметр, совмещенный прибор, который содержит в себе и дозиметр, и специальная система, которая может дать качественную оценку материала. – Мы с таким на гамма-поле ездили, да? – Был и такой, да. И после включения гамма-спектрометра мы быстро определили, что виновником этого излучения является техногенный, то есть искусственного происхождения Цезий-137, то есть в природе его нет. – А чем использовался? – Вообще, Цезий-137 является продуктом распада ядерного деления, то есть он образуется или при атомном взрыве, или при расщеплении урана в реакторах. И непосредственно Цезий-137 используется в промышленности именно для изготовления радиоактивных источников, которые применяются от медицины до промышленности, и до различных научных целей. То есть очень много, большой такой спектр применения. В прошлом его больше применяли, сейчас гораздо меньше, именно ввиду того, что он является очень, так сказать, опасным в том смысле, что он заменяет калий, то есть легко поглощается телом. А второе – то, что он легко растворяется. То есть если он попадает в воду, то он растворяется. – Я думаю, что в этом целое расследование провели, да? – Да, конечно, провели расследование, провели изучение миграции этого источника, и предполагается, что этот источник непосредственно попал на ту территорию, где мы его обнаружили еще в исторические времена. – Не доисторические, мы тогда уже с вами были. – Да, 90-е годы, когда этот источник, возможно, был похищен на одном из предприятий города Кишинева, и при попытке его распилить, так как любые источники… – Я так понимаю, что похищали не его, а как бы вот… – А полочку, контейнер. – Да, потому что металл сдавали просто как металл. – Да, 80 килограмм контейнер весит, а внутри находится источник. – То есть решили сдать металл? – Металл, да. И при попытке распилить этот контейнер, источник выпал, он является довольно-таки маленьким, и было достаточно для того, чтобы загрязнить 140 кубических метров земли. Эту всю землю мы в течение где-то 15 дней, ну понятно, не наше агентство, мы начали процедуру реагирования, определили непосредственно места, где было загрязнено, определили эти превентивные и первоочередные меры для того, чтобы начать реагирование, и после этого где-то полметра слоя земли было удалено и перемещено на… – А 140 кубических метров? – Это вот, если так территория, то это какая? – Ну, дело в том, что там находилось рядом с дорогой, то есть узкая длинная полоса, и в некоторых местах кто-то из жильцов эту почву, которая была загрязнена, то есть мы взяли еще и на свой огород… – А там тоже панаха нашли? – Да, то есть провели мониторинг, радиационный мониторинг, везде, где содержание цезия превышало определенной величины, были сняты… – А это, получается, там был как-то пункт сбора металлолома, правильно? – Да, в прошлом именно на том месте находился незаконный пункт металлолома, сбор металлолома. – И часто такое вообще происходит, что вас вызывают, приглашают? – У нас есть положение правительства 506, которое переводится или как называется «О механизме первого реагирования случаев событий, связанных с незаконным оборотом или бесхозных источников, незаконным оборотом радиотехнических веществ или связанных с бесхозными источниками. Национальное агентство является стороной реагирования в случае такого рода событий. – Так как часто? – Ну, есть разные, сказать… – Ну, в этом году… – Сейчас скажу. В этом году были только телефонные сообщения от операторов, это могли быть пограничная служба, то есть полиция… – У них тоже есть, да? – Конечно. – У них есть порталы, которые срабатывают. Но дело в том, что невозможно обучить каждого человека… – Как правильно. – Не то, что как правильно, а именно… – Фальстарты. – Да, это был иносент аларм. То есть, так сказать, тревога… Ну, не тревога, а сигнал… – Предупрежденный. – Как бы, так сказать, такой… – Неподтвержденный. – Да, да, да. – Неподтвержденный и безобильный, так можно сказать. – Да. – Вот. И мы даем, в первую очередь, если мы видим, что мощность дозы небольшая, но все-таки было достаточно для того, чтобы сработала система не обязательно пейджа, может сработать и портал. Мы сначала определим, что это. Может быть те же бананы, могут быть те же сантехники, например, раковины, унитазы, кафель тоже содержат природные радионуклиды. Если будет какая-то машина проезжать радиону с порталом, она тоже сработает. Это не значит, что там радиационная опасность, но есть увеличенный редактивный фон. – Спасибо вам большое. Мы поговорим после рекламы, продолжим эту беседу. По крайней мере, мне адски интересно. Уже, так скажем, бытовые вопросы мы обсудили, хотя еще будет много всяких. Наверное, про рентгены тоже задам вопросы. Об этом поговорим сразу же после рекламы. Здравствуйте, я Елена Левицкая-Пахомова. Это механизм действия. Был принят не так давно нашим парламентом, о кем же еще, закон об основных требованиях в области радиационной безопасности. Вообще, о радиации начали говорить активно в последние месяцы в связи с событиями, происходящими в соседнем государстве, не очень, конечно, приятными для всех нас, трагичными. У меня, как и у многих других, накопилось большое количество вопросов. Благо, есть люди в нашей стране, которым можно их задать и которые точно на все ответят. У меня в студии сегодня Иоанн Албалан, заместитель директора агентства по регулированию ядерной и радиационной деятельности Республики Молдова. Здравствуйте. Добрый день. Ну, мы должны всем объяснить, что мы с вами знакомы. 14 лет мы с вами посчитали. Можно сказать так. А познакомились мы с вами, так скажем, в поле на съемках программы. Стоп-кадр была такая когда-то программа на одном из частных телеканалов. И вот мы давайте как затравочку покажем, где мы познакомились. То есть это как раз будет вот одна из первых тем, которые мы обсудим. Здравствуйте. Я Елена Пахомова. Это программа Стоп-кадр. У каждого населенного пункта есть пара-тройка легенд. У села Ницкана, которое расположено не так уж и далеко от Кишинева, тоже есть одна легенда, связанная с гамма-полем. Якобы на нем как-то там каким-то образом облучали растения и росло там что-то невиданное. Но что там происходило на самом деле, мы отправились выяснять. От Кишинева до Ницкан рукой подать вроде как и район другой Криулянский, но близко. Нет такого человека и в этом селе, который не рассказывал бы о гамма-поле. Юлия Замша работала на гамма-поле лаборантом. У нас было в Северном году, которые работали в Северном году. У нас было в Северном году. И мы работали в том, что нам нужно было сделать с донской Кишинева, у меня был Шарбани, у меня был Руснак, у меня была Вероника. У меня нет, нет. улица страны. Этот numerus стал и до того как его работают, здесь вы можете работать в северном не услуги. А это оно не... А это оно. Валерий Константинович Акимов сейчас занимает должность начальника инспекции Национального агентства по регулированию ядерной и радиологической деятельности. В течение двух десятилетий являлся заведующим гамма-полем. Здесь я проработал с 70-го года по 91-й год. И волею судеб мне пришлось, как говорится, строить это гамма-поле. И потом, когда уже здесь перестали работать, демонтировать его. И источники убрали мы на спецобъект, где они в данный момент и хранятся. А не обидно было, когда закрылся этот проект? Все-таки столько лет уж положено. Очень обидно. Тут это не то слово. Но это год 91-й, 92-й, когда везде Советский Союз разваливался. И не было денег на содержание вот такого уникального объекта, которым являлась гамма-поле. Гамма-поле представляет собой квадрат со стороной 650 метров. Центральная, основная часть является кругом с диаметром 100 метров. На гамма-полях проводились исследования влияния облучения на растения. Молдавское поле было самым крупным в Европе. В Советском Союзе было еще одно такое же под Москвой, в Михнево, но размером поменьше. Гамма-поля были также в Италии, Венгрии и США. До инициативы Международного агентства по атомной энергетике был проведен проект по демонтажу этих источников, так называемых декомишн, и перевозки в специальное место, где на настоящее время хранятся эти источники. То есть это место обеспечивается всеми мерами по сохранности, по физической безопасности. В частности, источники генизирующего излучения используют повсеместно. Мы просто не очень хорошо знаем, и вообще это не завеса и не тайна определенного использования этих источников. Дело в том, что источники используются как в медицине, так в науке, так и в промышленности. Вот обо всем об этом мы поговорим сегодня в этой программе. Как там гамма-поле поживает? Расскажите. Ну, в принципе, уже после того, как произошли все события, связанные с так называемой фортификацией или с усилением режима безопасности мощных радиоактивных источников, была такая инициатива, трехсторонняя глобальная инициатива. Она была, кстати, предложена совместно к правительствам Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации. Это 2002-2003 года, после известных событий 2001 года. Практически во всех бывших республиках Советского Союза были проведены работы по изучению текущей ситуации. Если есть какие-то источники, крупные, мощные радиоактивные источники, то были выделены определенные средства для того, чтобы эти радиоактивные источники были помещены под более надежную охрану и обеспечили тем самым физическую безопасность и в то же время увеличили так называемую радиационную безопасность. То есть как бы во избежание создания грязных бомб, о чем говорят? Да, конечно. Для исключения возможностей или уменьшения хотя бы этих возможностей, потому что риски всегда существуют. Для тех, кто хочет, он найдет. Вот исходя из этих предпосылок на территорию республики Молдова с 2003 года по буквально прошлый год, шаг за шагом были проведены большие работы по демонтажу тех установок, которые еще оставались с тех времен, и переводу тех источников, радиоактивных источников из различных организаций, в том числе и Гамма-поле, уже подготовлены специальные хранилища, которые обладают всеми необходимыми мерами по обеспечению физической защиты и в то же время радиационной безопасности. А где они находились, вот эти источники? Можете хотя бы еще несколько перечислить? Ну, если так, географические были и на севере, то есть в Бельгии. А что это было? Это где? Это было, опять же, в научных, исследовательских или прикладных каких-то организациях, которые занимались или селекцией, или, опять же, использовали ионизирующие способности или способности этих радиоактивных материалов для увеличения урожайности или схожести до различных цифров. А что ж теперь это не нужно уже вообще? Дело в том, что сейчас сделали наиболее, так сказать, из принципа обоснования. Дело в том, что применение радиоактивных источников именно в том виде, когда они применялись в прошлом, считается нецелесообразным именно из-за того, что их было очень легко или похитить, или использовать для, так сказать, неблаговидных целей. Да, для таких целей, которым будет очень трудно потом предотвратить последствия. Поэтому сейчас пошли по другому пути, путем замещения источников, которые использовали радиоактивность на более современные, на генераторы ионизирующие излучения, такие как ускорители, то есть рентгеновские установки или ускорители, которые производят те же ионизирующие поля. Их можно также использовать в генетике, в селекции, но при этом уменьшается на порядок возможности использования такого рода технологий для ядерного терроризма или для различного типа саботажей. Ну вот вы говорите о хранилище, это на территории Республики Молдова оно находится. А территориальное где? Или это нельзя сказать? Я думаю, где-то в Кишине. А, да? А это не опасно для нас, для всех? Дело в том, что то, что было до этого, когда источники находились практически, я бы сказал так, была ведомственная охрана, которая иногда или работала, или не работала, но никто не следил за ней, насколько эффективна эта работа была, то сейчас, когда все источники помещены, категоризированы, так сказать, эти категоризированы, значит, проведена так называемая оценка их безопасности и зависимости от типа радиоактивного материала, от активности этого радиоактивного материала, они имеются в следующих местах хранения в специальных бункерах, и там практически проводится институционный контроль, то есть периодически проводится измерение мощности доз, проводятся замеры, если присутствует радиоактивное загрязнение, то есть перманентный мониторинг состояния этих источников. Для кого это не секрет, что в Республике Молдова с 2017 года есть опубликован закон о национальной стратегии по обращению с радиоактивными отходами, и этот закон включает в себе и план действия, и там как раз вся ситуация описана, и любой читатель, это открытый закон, то есть мы используем подходы... Ну, не все это будут читать, поэтому расскажите нам, что вообще нужно. Она обеспечивает, то есть она должна пройдет к тому, чтобы любой интересующийся человек, если он действительно заинтересован какой-то проблемой, он может этот закон спокойненько, доступ есть к нему, прочесть и увидеть, на каком этапе мы находимся. А на каком этапе мы находимся? Для тех, кто не дошел до чтения. Понятно. Мы сейчас находимся на этапе подготовки для извлечения из старых, еще советского типа роддон-хранилищ, которые были практически, я грубо так выражусь, простой подвал, бетонный подвал под землей, и в него просто сбрасывались отработанные радиоактивные источники. Без сортировки, без категоризации, без проверки, если загрязнений нет. И в течение времени вот этот, так называемый, приповерхностный хранилищик роддон превратился в такой хранилищик, который не считается безопасным. И теперь при помощи Международного агентства по атомной энергетике, при помощи международных доноров, таких как Швеция, то есть правительство Швеции, Европейского союза, были выделены средства поэтапно, то есть средства не даются деньги, а даются конкретно проекты по реализации определенных этапов, например, физаблист-стадии, то есть стадии рассмотрения наиболее оптимальных методов решения проблем. После этого методы по извлечению этих источников для того, чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды. То есть нельзя допустить извлечение, простое физическое извлечение источника без возможного сценария событий. То есть все вот эти модели, которые могут произойти, они сначала... А что сейчас будет вот с ними? Вот вы говорите, раньше они были в подвалах, а сейчас что было? Ну а не все, что в подвалах, они просто были сброшены в таком без, я бы сказал, очень непредусмотрительно, без определенных таких дальновидных исследований, что может с ними произойти. В соответствии с проектом и с этой стратегией будет проведена в первую очередь категоризация этих уже извлеченных источников, помещение в их специальной матрице, то есть если будем так грубо говорить, что, например, вот этот стакан является как бы контейнером, в который будет помещен радиоактивный источник, отработанный, то вода в данном случае будет той матрицей, которая будет обеспечивать, так сказать, сохранность и исключение, так сказать, влияния, не то что влияния, а мигрирования радионуклидов, даже если источник потечет, то есть потеряет свою герметичность, то радионуклиды не смогут пройти этот барьер из воды. Ну, непонятно, что не из воды, там могут быть различные композиты, могут быть различные виды цементов, которые связывают и имеют такие свойства, которые превращаются в формирование различных трещин или вымывание из этой матрицы этих материалов. То есть обеспечится соответствующая сохранность этого контейнера, в зависимости от типа материала, на многие тысячелетия. А у вас есть объяснение вообще? Ну, вот как бы Европейскому Союзу понятно, какое дело до безопасности. А Швеции какое дело вообще до безопасности в Молдове? Ну, у них есть очень большой проект, который даже помогали не только Республике Молдова, а тоже России. Например, очень много так называемых тепловых генераторов энергии, которые работали так называемые термо-айонзинг-генераторы, то есть генераторы, которые производят электричество на основе тепла, выделяемыми мощными радиоактивными источниками. То есть не ядерный реактор. Но установка, которая за счет тепла, который образуется при распаде мощного радиоактивного источника, генерировала энергию. Вот таких термогенераторов было разбросано практически десятки, если не сотни на северном побережье Российской Федерации. И, как ни странно, Швеция была заинтересована... Ну, там поближе к ней. Да. И опять же, дело в том, что радиационная безопасность не знает границ. То есть если какой-то источник теряется из поля видения регулирующего органа, например, если какой-то источник был похищен на территории Республики Молдова, это не исключает тот факт, что этот источник может попасть на территорию какого-то государства, контрабанда. Вопрос. Мы приемники, в любом случае, мы приемники МССР, хоть там говорят, что Россия и СССР, тем не менее. Вот это конкретный пример, когда мы несем ответственность за то, что здесь происходило во времена Советского Союза. Какова вероятность того, что все источники, которые использовались во время Советского Союза, остались на территории Республики Молдова? Потому что одно время вообще, знаете, какая ходила такая молва о том, что на самом деле Соединенные Штаты все эти источники вывозят к себе и хранят у себя. Вот это так вот. Ну, в принципе, мы были бы рады, если бы наши радиоактивные отходы, потому что мы говорим сейчас уже тех источников… В 연습е отходы, их невозможно использовать. Да, сама суть или даже определение радиоактивных ходов – это такая форма, которая предотвращает дальнейшее использование по назначению. Вот это, если непосредственно определение радиоактивных отходов. То есть это такие материалы, которые помещены в такую форму, которая предотвращает их дальнейшее использование. А помимо отходов у нас осталось что-то, что можно использовать для тех же, например, грязных? Поэтому я говорю, у нас стратегия, национальная стратегия, ориентирована и на определение, а на превращение отработанных радиоактивных источников, которые у нас большинство, в радиоактивные отходы. Вот эта фаза у нас непосредственно радиоактивных отходов по определению у нас пока нет. У нас отработаны радиоактивные источники. То есть так теоретически всё это может для грязных бомб использоваться? Да, конечно. Вот почему это очень важно, чтобы мы все радиоактивные источники, которые мы имеем ещё время, как говорится, это то время, которое было в тот период, было передано нам. Это, кстати, один из фундаментальных принципов предотвращения передачи нынешнего времени в следующем поколении. Это является одним из главных принципов международной деятельности. Ну, в общем, вы из умирающего рода гуманистов, это я поняла. Но насколько велика вероятность того, что мы сможем сохранить что-нибудь, ничто, ну я такое слово как бы скажу. Хорошо, что что-то куда-то не уйдёт в чужие руки. Тем более рядом с нами очень сложная ситуация. Желающих заполучить, я так думаю, ну чем ехать куда-то там на Ближний Восток, гораздо проще, наверное, здесь это сделать. Вы уверены в безопасности? Это и в собственной безопасности? Потому что у вас там сколько сотрудников, и вы, в принципе, являетесь, наверное, заложниками сейчас в какой-то степени. Ну, вопрос очень интересный, и, кстати, на него очень есть такой ёмкий ответ. Потому что вы сейчас коснулись проблемы физической ядерной безопасности. Есть физическая защита, это когда мы предотвращаем хищение какого-то конкретного радиоактивного источника, или использование его в каких-то плохих целях. А физическая ядерная безопасность – это непосредственно вся система, которая обеспечивает в себе принцип глубоко эшелонированной защиты. То есть есть первая система защиты, вторая, третья, четвёртая и так далее. Так вот, система регулирования радиационной безопасности и ядерной физической безопасности в Республике Молдова основана на том факте, что любой человек или любой экономический агент, который работает с радиоактивными источниками, он должен иметь очень сложную систему предотвращения хищения. И в то же время он в конечном итоге является главным ответственным. Ему не выдаётся разрешение для работы с каким-то радиоактивным источником без того, чтобы он доказал, что все работники, которые у него непосредственно по приказу обеспечены, то есть назначены как ответственные за сохранность, они прошли определённую проверку именно из службы безопасности и так далее. Конечно. И ваши сотрудники тоже проходили? Конечно. Ну и в первую очередь. После этого у них должна быть надлежащая защита обеспечения барьера, то есть сигнализация. Двери должны быть обязательно закрыты, принципы двухключения. То есть никто не сможет зайти один в хранилище, где находится источник. Обязательно должно быть правило двух ключей. Два человека сразу должны зайти, и даже в таком случае, даже цели зашли, каждый радиоактивный источник, я говорю про мощный радиоактивный источник, имеет ещё систему специальную, которая непосредственно связана с датчиками движения, которые в свою очередь, они замкнуты на систему GPS и непосредственно передают информацию. Но вот это сейчас всё уже работает? Конечно работает. Это всё ещё в том подвале прислал. Оно есть, да. А вот фаза о том, что мы относительно того подвала, который мы собираемся в следующем один-два года уже привести в фазу активной фазы, да, мы сейчас подготовительная фаза, там как раз уже, то ещё находятся отработанные радиоактивные источники, которые их нужно ещё определить, то есть идентифицировать, провести категоризацию, провести классификацию отходов. Это не отходов, а отработанных радиоактивных источников. И вот как бы, да, по правду наследства Советского Союза, вот данные, которые, ну, тогда вёлся очень чёткий, как бы, жёсткий, правильно, на учёт? Или так? Ну, относительно. Кому-секому, да. Значит, вот вам эти каталоги передали, потому что я там знаю, что в некоторых отраслях у вас просто ушло в макулатуру. Макулатуру. Конечно. Да? То есть вы точно знаете, что ничего не ушло налево? Или могло? Как сказать? В принципе, из тех мощных источников практическая вся информация есть. Дело в том, что есть разные типы радиоактивных источников, если мы говорим о радиоактивных источниках. Есть, так называемая, первая категория, это очень активные, очень опасные, и до пятой категории, которые являются малоопасными, но при определённых моментах, если кто-то всё-таки имеет какие-то определённые цели, то может даже с этими пяти, то есть, которые относятся к пятой категории, тоже привести определённым проблемам. Так вот, информация относительно первой, третьей категории у нас, в принципе, осталась. На бумаге мы сейчас, в принципе, всё перевели в и бумажный, и цифровой формат. Есть национальный регистра по учёту источников и низирующих излучения. Он ведётся национальным агентством, там есть вся информация. И не только просто информация, есть фотография даже с его регистрационным номером. Вот каждая машина имеет свой регистрационный номер, точно так же каждый источник тоже имеет этот номер. И если этот регистрационный номер привязан к номеру источника, к заводскому номеру. И даже в тот период, когда мы говорили, что была трёхсторонняя инициатива, мы очень тесно сотрудничали с «Изотопом», так называемый институт, так называется, федеральное производственное предприятие «Изотоп». Они нам передавали все данные о радиоактивных источниках, которые были произведены в составе Советского Союза и были переданы Молдавской Республике, тогда-то Молдавской Республике. – МЗС, да. – И мы могли сверить ту информацию, которая была дана нами от ФПГ, то есть Федеральное производственное объединение «Изотоп» Республики Молдовы, и то, что у нас было в наличии. – Димитскребитом сошёлся? – И, конечно, сошёлся. То есть мощные источники, мы все знали. Более второстепенно, это уже не настолько опасно, и мы постепенно проводим, так называемую, не только сличительную работу, но проводим рейды по выявлению бесхозных источников. Именно те источники, которые, возможно, были ввезены в Республику Молдова, но потерялась информация, и она не находится в нашем ведении, они считаются как радиоактивные, или любой источник организующего излучения, который не имеет авторизации, считается бесхозным. И поэтому мы каждый год выявляем новые радиоактивные источники. – Вот рядом с вами лежит, это как там персональный дозиметр? – Да. – А есть такой миф о том, что на телевидении за шкал постоянно идёт? Вот сейчас у нас там что показывают? – У вас тут даже в два раза меньше, чем на улице. – Все поняли, да? – Да, но в Молдову безопаснее, чем на улице. – На улице 8 микрозеверта, тут 4 микрозеверта в час. То есть я пересчитываю, то есть, пардон, 8 микрорентген и 4 микрорентгена. Если перевести в микрозеверты, то 0,8 микрозеверта и 0,4 микрозеверта. – Я так понимаю, что у вас он всегда, потому что вы пришли с чемоданом и сказали, у меня с собой оборудование. – Всегда. – Я с собой всегда ношу видеокамеру, это про телевизионщиков, а про вас это вы всегда охватите дозиметром. – И не только такой, у меня сейчас индивидуальный дозиметр, тот, который меряет мою поглощенную дозу. То есть ввиду того, что мы можем постоянно быть где-то, мы как бы оперативная служба, можем быть вызваны на определенные объекты, и при нас должен быть дозиметр, который определяет мощность. – И на вас влияние тоже, да? – И ту дозу, которую моё тело поглотило, тоже должно быть учитано. – Вот эти дозиметры, и они всегда у вас в включенном состоянии. Бывали ли такие случаи? Ладно, открою секрет, вы мне до записи рассказывали о том, что был такой случай. Но насколько вот он типичен, не типичен? Что вот вы едете по улице, да, в автомобиле, вдруг там начинает, как он вообще реагирует? Пищит, свистит? – Он срабатывает, начинает пищать. – Что вы делаете в такой ситуации? – Ну, в таком случае, вот это интересный опять же вопрос, есть так называемое определение. Есть ложные сигналы или тревоги и подтвержденные. Любой сигнал, который возникает ввиду того, что начинается превышение установленного порога, обозначает о том, что тут какая-то аномалия. Значит, аномалия – это просто какой-то сигнал. Значит, сигнал должен быть проверен, классифицирован, категоризирован, и на основе всех вот этих этапов я могу определить, что это, из-за чего этот сигнал был, то есть этот дозиметр сработал. – Ну вот где у вас в Кишиневе он сработает? И это будут безопасные примеры. – Да, элементарно любые практически места, где вы найдете большие массивы гранита, например, лестница при правительстве, в парламенте, в других учреждениях, куда же, ну там, я бы сказал, сами здесь склепы или не склепы, плиты не такие большие, а лестницы все-таки длинные массивные. – Ага, получается, там, где сплошное, очень большое. – Да, когда больше, да. – Вот, кстати, новый закон, который был утвержден, он как раз в себя, в четвертом приложении закона, как раз определены те уровни освобождения от регулирующего контроля. – Мы о законе обязательно поговорим. – Да, для материалов, которые содержат определенные типы радионуклидов. И вот как раз до вступления силы такого закона было очень трудно сказать, а какой материал считается радиоактивным, его нужно контролировать из-за этого, а какой материал считается радиоактивным, но не может быть регулированным. Например, всем известно, что бананы, элементарные бананы, они довольно-таки радиоактивные, но я говорю довольно-таки по отношению к другим, которые вообще ничего нет. – А в смысле? – А дело в том, что любой фрукт, который содержит большое содержание калия, обычный калий, ну, как химический элемент. Вместе с обычным калием, 39 у него порядковый номер, а есть природный тот же калий, но у него 40-й, то есть порядковый номер, но он является радиоактивным, он еще формировался в период зарождения Вселенной, и он обладает определенной радиоактивностью. – И 0,12% от всего калия, который мы поглощаем вместе с едой, относится к калию 40-му, и мы тоже обучены… – Ну, насколько это вредно для человека? – Ну, мы уже привыкли, потому что мы родились с этим калием, и практически… Но, конечно, если тот будет потреблять очень много калия, у него, во-первых, будет проблема из-за того, что будет дисбаланс калий-натриевый, ДДД, но в то же время он получит определенную дозу. – Бананы есть-то можно, вы мне объясните? – Бананы, конечно, можно есть, обезьяны едят, и слава богу. – Живи секрет. – А по поводу лестницы в правительстве… – Не только в правительстве. – Что происходит? – Где еще? – Любые госучреждения, которые еще остались с тех времен с гранитными лестницами, они все радиоактивные, так и должно быть, никто не должен бояться этого. – А что для людей, которые по ним ходят? – Люди, дело в том, что, опять же, этот закон устанавливает конкретно лимит для так называемого облучения населения, которое представляет собой определенную величину, я скажу, 1 мс в год, но мало кому это значение покажется понятным. Но я могу объяснить очень просто, как оно считается. Например, нахождение вот каждый день, вот, например, мы находимся сейчас при мощности дозы 0,4 микрозеверта – это час, т.е. в течение часа, если я получу в такой ситуации 0,4 микрозеверта, микрозеверта – это миллионная часть зеверта, или тысячная часть миллизеверта. – А в год сколько? – В год я не получу даже 10% того миллизеверта с такой мощностью дозы. – То же самое, да, даже если гранит будет в 10 раз больше, но я на этих лестницах не буду жить, я только прошел пару секунд, и то облучение, которое я получил, довольно-таки маленькое. Другое дело, если бы я этим гранитом построил себе жилище и жил бы вот в таком вот граните, тогда действительно я получил бы большую дозу. – По поводу случая, который произошел, я его пропустила, как раз это один из последних самых ярких случаев, где был выявлен неизвестный доселе или известный, но пропавший источник. Это у нас как раз произошло при помощи этого или другого аппарата? – Сентябрь, когда я вместе с моим сотрудником, с нашим сотрудником, тогда я был, в принципе, в той же должности замдиректора, и с одним из инспекторов мы проходили через определенную часть города, это старая часть города, кстати, недалеко от дома музея Александра Сергеевича Пушкина, и когда сработал именно вот такого типа прибор, но дело в том, что показания этого прибора, есть много мест и в республике, и в Кишиневе, где срабатывают приборы, я говорю про те же лестницы, про некоторые дороги, в которых в составе щебенки находился тот же гранит, и понятно, он будет срабатывать. Поэтому мы решили использовать более, так сказать… – А что он показал? – Он показал увеличенную мощность доза. Он показал, например, если сейчас 0,4, там было, ну, сколько там, 28, да, 0,28 микродиверта часа. То есть, ну, 5-6 раз превышающие нормальные значения. Но для того, чтобы определить, чем вызвано вот именно повышение мощности объемных гамма-дозы, мы были вынуждены взять более, так сказать, сложное оборудование, так называемые гамма-спектрометры. Это дозиметр, сообещенный прибор, который содержит в себе и дозиметр, и специальная система, которая может дать качественную оценку материала. – Мы с таким на гамма-поле ездили, да? – Да. – Было и такое, да. И после включения гамма-спектрометра мы быстро определили, что виновником этого излучения является техногенный, т.е. искусственного происхождения Цезий-137, т.е. в природе его нет. – А чем использовался? – Он вообще, это Цезий-137, и он является продуктом распада ядерного деления, т.е. он образуется или при взрыве, атомном взрыве, или при расщеплении урана в реакторах. И непосредственно Цезий-137 используется в промышленности именно для изготовления радиоактивных источников, которые применяются от медицины до промышленности и до различных научных целей, т.е. очень много, большой такой спектр применения. В прошлом его больше применяли, а сейчас гораздо меньше, ввиду того, что он является очень опасным в том смысле, что он заменяет калий, т.е. легко поглощается телом. А второе – то, что он легко растворяется, т.е. если он попадает в воду, то он растворяется. – Я думаю, что в этом целое расследование провели, – Да, конечно, провели расследование, провели изучение миграции этого источника, и предполагается, что этот источник непосредственно попал на ту территорию, где мы его обнаружили еще в исторические времена. – Не доисторические, мы тогда уже с вами были. – В 90-е годы, когда этот источник, возможно, был похищен на одном из предприятий города Кишинева, и при попытке его распилить, так как любые источники… – Я так понимаю, что похищали не его, а как бы вот… – А, оболочку, контейнер. – Да, потому что металл сдавали просто как металл. – Да, 80 кг контейнер весит, а внутри находится источник. – То есть решили сдать металлом, а сдали… – Металлом, да. – И при попытке распилить этот контейнер источник выпал, он является довольно-таки маленьким, и было достаточно для того, чтобы загрязнить 140 кубических метров земли. Эту всю землю мы в течение где-то 15 дней, ну, понятно, не наше агентство, мы начали процедуру реагирования, определили непосредственно места, где было загрязнено, определили эти превентивные и очередные меры для того, чтобы начать реагирование, и после этого где-то полметра слоя земли было удалено и перемещено на… – А с 240 метров, это вот, если так, территория, то это какая-то, 50 сантиметров? – Ну, дело в том, что там находилось рядом с дорогой, то есть узкая длинная полоса, и в некоторых местах кто-то из жильцов эту почву, которая была загрязнена от цези, то есть мы взяли еще и на свой огород… – А там тоже панаха нашли, да? – Там тоже, и мы тоже, да, то есть провели мониторинг, радиационный мониторинг, везде, где содержание цези превышало определенной величины, были сняты… – А это, получается, там был пункт сбора металлолома, правильно? – Да, в прошлом именно на том месте находился незаконный пункт металлолома, сбор металлолома. – И часто такое вообще происходит, что вот вас вызывают, приглашают? – Ну, у нас есть положение правительства 506-е, которое переводится или как называется «О механизме первого реагирования в случае событий, связанных с незаконным оборотом или бесхозных источников, незаконный оборот родительных веществ или связанных с бесхозными источниками». Национальное агентство является стороной реагирования в случае такого рода событий. – Так как часто? – Ну, есть разные, сказать… – Ну, в этом году. – Сейчас скажу. В этом году были только телефонные сообщения от операторов. Это могли быть пограничная служба, то есть полиция… – У них тоже есть, да? – Конечно. У них есть порталы, которые срабатывают. – Да. – Но дело в том, что невозможно обучить каждого человека… – Как правильно. – Не то, что как правильно. – Фальстарты? – А именно… Да, это был иносент-аларм. То есть, так сказать, тревога… Ну, не тревога, а сигнал… – Как бы, так сказать, такой… – Неподтверждённый. – Да, да, да. – Неподтверждённый и безобидный, так можно сказать, да? – Да. – Вот. И мы даём, в первую очередь, если мы видим, что мощность дозы небольшая, но всё-таки было достаточно для того, чтобы сработала система не обязательно пейджа, а может сработать и портал. Мы сначала определим, что это. Может быть те же бананы, могут быть те же сантехники, например, раковины, унитазы, кафель тоже содержат природные радионуклиды. Если будет какая-то машина, которая проезжает с порталом, то она тоже сработает. Это не значит, что там реализационная опасность, но есть увеличенный реактивный фон. – Спасибо вам большое. Мы поговорим после рекламы, продолжим эту беседу. Ну, по крайней мере, мне адски интересно. Ну, уже, так скажем, бытовые вопросы мы обсудили, хотя ещё будет много всяких, наверное, про рентгены тоже задам вопросы. Об этом мы поговорим сразу же после рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова